Курск Сити. 20 лет работаем для вас. Известный писатель Захар Прилепин сегодня посетил Курск с рабочим визитом по приглашению партии «Справедливая Россия. Патриоты за правду». На грядущих выборах в Госдуму автор множества книг и статей будет в числе первых кандидатов партийного списка. Утром писатель встретился в Доме литератора с курскими коллегами по творческому цеху. Собственно, о его творчестве и звучало большинство вопросов и ответов. Визит Захара Прилепина продолжился встречей с руководством региона и большой пресс-конференцией в Доме журналиста. Представителей СМИ интересовали в большинстве своем вопросы политического характера и деятельности писателя как активного члена партии «Справедливая Россия. Патриоты за правду». Его мнение о программе фракции. Во-первых, справедливый базовый доход. Та тема, которую разработали наши экономисты, по поводу которой мы собрали целую комиссию, которая работала и расписала механизм, каким образом с января 2022 года мы можем уже выдавать каждой семье, имеющей детей, ежемесячную выплату 10 тысяч рублей. Другая тема связана с системой ЕГЭ, по которой мы тоже провели отдельную конференцию и прописали механизмы того, каким образом необходимо переформатировать образование в России, чтобы избежать всех тех негативных процессов, которые накапливаются, не просто идут, но еще и накапливаются. Не смогли журналисты обойти вопросы международных отношений и востока Украины. «Тема Юго-Востока Украины, тема воссоединения с рядом территорией, с русскими людьми, которых мы заждались, и которые нам нужны не только просто как возвращенные братья и сестры в семью, а как часть нашего экономического благосостояния. Потому что Россия нуждается в колоссальном притоке новых граждан, просто даже для развития внутреннего рынка. У нас губительная, гибельная демографическая ситуация, мы вымираем, и в этом смысле воссоединение с тремя, четырьмя, а лучше с сорока миллионами людей, это исключительно даже для экономики, это прекрасно». Захар Прилепин отметил и политику партии в отношении возможного введения обязательной вакцинации от коронавируса. «Это недостойно гражданского общества и такой мощной политической машины, как российское государство. Пусть государство заключит с нами договор, подпишет все необходимые документы, пропишет все медицинские вот эти вот механизмы, и мы, соответственно, сообразно этому и будем работать, мы как граждане. Конечно, мы вакцинируемся, если государство будет нести ответственность за, собственно, все эти процессы». В свою очередь, член Президиума Совета партии Александр Воробьев обозначил необходимость прохождения в число депутатов представителей Курского оргкомитета политического объединения и добавил, что сам выдвинут по единому округу из трех областей – Курской, Белгородской и Брянской. «Есть ряд регионов, которые мне близки, и когда возникло поручение от партии идти в Государственную Думу, я был счастлив, что здесь в данном случае вариант совпал, группа непростая, это три региона – Курск, прежде всего Белгород, Брянск. У нас стоят свои задачи, и мы идем вместе командой, идем вместе с Геннадий Александровичем Баевым и с Палом Борисовичем Люлиным. Идем побеждать». Завершился визит литератора, автограф сессии в библиотеке имени Асеева. «Курск Сити. 20 лет. Работаем для вас».